Знаете, есть такая поговорка, лучший враг хорошего. У нас была хорошая, выверенная временем, своя система аттестации. Я в свое время ее тоже, когда заканчивал еще в советский период, школу, помню, сдавал. Я все учил, то, что необходимо, и преподаватели на экзаменах спрашивали, что такое ЕГЭ, это угадайка, которую мы взяли из баллонской системы, и от которой сейчас на Западе уже многие отказываются. То схему ЕГЭ, которую мы взяли у американцев, они три года назад как сами отказались, потому что провели за 20-летие тесты, она ведет к дебилизации населения, к ограничению мышления молодежи и фактически формальному угадыванию нескольких пунктов. Там есть, конечно, небольшое сочинение или изложение, я видел. У меня, кстати, младшая дочь в этом году сдавала ЕГЭ, и то, что я видел, это, конечно, профанация образования. Это механическое заучивание всяких вариантов, без глубокого понимания подоплеки сути событий, сути явлений, сути направления научной мысли. Мы в КПРФ с самого начала жестко выступали против системы угадайки, которая ввел сначала Фурсенко и поддерживает Ливанов. Считаем, что, как все гранты, которые давали нашим министерствам, эта идея занесена нам кое-кем из наших друзей, в кавычках, из-за океана, которые сами же проплачивали ее, чтобы им не нужна сильная Россия, не нужны думающие люди, нужны стадо баранов, которые по любой моде бы пошли бы за этой модой, которую они уже у себя в стране вели, к сожалению, мы к этому стали причастны. Поэтому мы выступаем за отмену этой глупой, абсолютно ненужной системы, которая стала тем более коррумпированной за эти годы, и возвращению к нормальной системе не тестов, а экзаменов.